В России полное молчание и о своих войсках в Украине, и о своих солдатах, которые тут погибли. Правда, молчать могут уже не все. О них Дмитрий Еловский. Официальная Москва по поводу заявления Петра Порошенко хранит молчание. Если раньше здесь всё отрицали, то теперь, видимо, решили просто игнорировать. А вот среди простых граждан градус недовольства политикой России, кажется, растёт. Сегодня утром на Манежной площади у стен Кремля прошёл одиночный пикет против действий российских властей, которые отправляют солдат в Украину. Дмитрий Монахов накануне в своём блоге написал, ему стыдно, что Путин его президент, и он собирается выйти на антивоенный пикет в 9 утра. У активиста не было ни плакатов, ни символики. Он просто довольно громко обращался к прохожим со словами «Наш президент виновен в развязывании войны, трупы десантников падают не с космоса. Открываем уголовное дело и тащим нашего президента под суд». Но несмотря на то, что одиночные пикеты не требуются голосования, активист был схвачен полицейскими. Правда, на это ушло довольно много времени. Понадобилось даже подкрепление. Ну, вчетвером полицейские всё-таки сумели посадить Монахова в автомобиль и увезти в отделение. Уже оттуда активист написал твит. Сами сотрудники правоохранительных органов не знают, что ему предъявить. Судя по всему, Монахова до сих пор держит в отделении. Интересная неоднородная реакция прохожих. Кто-то обращался к полиции, просил их не применять силу. Кто-то же наоборот говорил, что при Сталине Монахова тут же бы расстреляли. Одиночные пикеты продолжаются на Манежной площади. И вот сейчас, в эти минуты, люди приходят с самодельными плакатами. Уже молча дают понять. Они не хотят войны. Сегодня же Михаил Ходорковский, экс-глава нефтяной компании «Юкос», также высказался против военных амбиций и действий Кремля. Он заявил, мы могли и можем это остановить. Ходорковский считает, что достаточно просто выйти на улицы и пригрозить властям забастовкой. Молчать он больше не хочет и не может. Возможно, именно с этих слов начнется возвращение Ходорковского в большую политику, о котором говорят уже так давно. А власти России тем временем отрядили на то, чтобы комментировать заявление Украины, постоянного представителя страны в ОБСЕ. Андрей Келлин все опровергает, парирует гуманитарными вопросами, ну и вообще говорит, что российских военных в Украине нет. Его партия затянулась, и похоже, что на высшем уровне об этом уже начали догадываться. Вот сегодня же в Союзе комитетов солдатских матерей России заявили, что 250 призывников вынудили подписать контракты об их отправке в Украину. И произойдет это уже на следующей неделе. Дмитрий Уловский, Олег Неведомский. Подробности Московское бюро Телеканал Интер. А в Костроме сегодня митинговали родственники российских военных. Возле штаба 1065-го гвардейского артиллерийского полка собрались те, кто не может установить связь с солдатами. К ним вышел человек, который представился офицером этого полка и заверил, что с военнослужащими все в порядке, раненых и убитых нет. В воскресенье этим солдатам якобы должны выдать телефоны, чтобы они позвонили своим близким. Уехало где-то 350 человек, тире 400, Иваново и Кострома вместе. То есть 4 дня уже не было их на связи, что говорили про двух. А вчера звонят жены, говорят, у меня мужа убили, у меня другая звонит, у меня мужа убили. То есть их уже больше.